Ммм... Чё пацаны? Quality... Минуточку, я кофе себе в ладошку возьму. Quality content? Не, ещё жотенько. Не буду хлебать. Привет, мои адекватные и абсолютно разумные подписчики! С вами ваш верный друг Биби! С радостью сообщаю вам, что я так и прошёл Metal Gear 2 Solid Snake. И это было весело, интересно. В некоторых моментах очень великолепно и весьма больновато, прямо как секс с мужчиной. И прежде чем начать данный видео обзор, разрешите с вами кое-чем поделиться. Начиная с этой части игры, Metal Gear становится очень сложен и в плане сюжета, и в плане геймплея, и в плане многих механик. Поэтому каждое видео становится для меня весьма тяжелым и достаточно таким своеобразным процессом. Потому что я хочу вам рассказать как можно больше, и при этом, чтобы ролик не длился 2 часа. У меня было достаточно много моментов, когда я хотел схалтурить, скачать геймплей откуда-нибудь с ютуба, даже не проходить игру. Но, когда начинаешь банчить по вене quality content, становится сложно остановиться, и ты просто... Поэтому, ребят, пожалуйста, будьте терпимы к тому, что ролики порой делаются месяц или чуть больше. Просто банально, ну, я не халтурю, я действительно трачу столько времени на создание роликов. Так что не поскупитесь на лайки, чтобы данный ролик появлялся в рекомендуемых у большого количества людей. И чтобы хотя бы кто-нибудь это смотрел. Ну а теперь про саму игру непосредственно. В этой части было добавлено очень много разных механик, геймплейных мелочей, да и полноценный сюжет с диалогами завезли. Причем очень хороший сюжет. Также следует обратить внимание на то, что игра, по мнению многих, является лучшей восьмибитной игрой в истории видеоигр. На самом деле, Metal Gear 2 удивляет и потрясает воображение. Игра была создана все тем же Хидео Кадима из группы кино и вышла в 1990 году на все той же убогой MSX 2. И буду с вами честен, я ожидал, что из-за убогости этой же самой MSX, игра будет все такой же отсталой в технологиях. Хе-хе, как Xbox. А вследствие этого там будет урезанный геймплей, графика и прочие штучки, которые были в предыдущей части. Я не спорю, первый Metal Gear хорош, но убогость MSX уж больно видна. Однако, вот тут-то и началось то, чего я, ну, совсем не ожидал от данной игры. Игра начинается с предыстории, в которой нам рассказывают про то, что холодная война закончилась, и все державы пообещали избавиться от ядерного вооружения. Но тут внезапно начался нефтяной кризис, который всех опрокинул. Люди начали паниковать, уже собрались бурить нефть в труднодоступных местах и просто страдать фигней. Однако, всю ситуацию решил спасти чешский ученый Киомарф, который разработал бактерию, способную без особых усилий обогащать нефть. И назвал данную бактерию Ойликс. И вот вроде бы живи-поживай, да добра наживай, но нашего доктора внезапно коммунизят какие-то солдаты и забирают его в Занзибар-Лэнд. Серьезно, Занзибар-Лэнд? А мы Микки Мауса и Гуфи покажут? И тут-то начинается самое интересное. За спасение доктора берется спецподразделение Фоксхаунд. И если кто не помнит, то Фоксхаунд это особый отряд, в который входит знаменитый Солид Снэйк, и которым буквально недавно втихаря командовал Биг Босс. Однако Биг Босса раскрыли, и теперь всем этим отрядом командует новый начальник Рой Кэмпбелл, который решил отправить на спасение доктора Марва никого иного, как самого Солида Снэйка. Игра начинается, и сразу же по коммуникатору нам звонит Рой Кэмпбелл и говорит Снэйк, Снэйк, проникаю в страну Занзибар-Лэнд и спасай доктора Марва, иначе, 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 иначе будет плохо. Хорошо, я спасу. А, молодец, мальчик мой. Когда я начинал игру, то видел все тот же первый Metal Gear с той же графикой и с тем же геймплеем. Из-за этого я относился к игре соответствующей, однако именно это и было моей ошибкой. Первое, что бросается в глаза, это маленький радар в правом углу, с помощью него мы должны наблюдать за движением противника и предугадывать их шаги, дабы не попасться к ним на глаза. И вроде бы, вау, да я сейчас просто наизичек, просто наизичек пройду эту игру, но не тут-то было. Однако, несмотря на все это, почему-то враги меня замечали, как бы я их не оббегал и что бы я не делал. Не прошло и получаса игры, а меня уже дергали за анус все, кому не лень. Но почему? Как так? Что я делаю не так? Как играть в эту игру? Вы не поверите, но это именно тот момент, когда ты недооцениваешь игру и это выходит тебе боком. И это больно. Дело в том, что в этой игре была добавлена новая геймплейная фишка, которую по первой не видишь, но если приглядеться, то ты можешь заметить, что в этой игре враги научились двигать головой в разные стороны. Не меняй направление своего тела, как в той же первой части, когда тебе было достаточно не ходить перед глазами врага и все. Игры становятся технологичнее, все технологичнее. А это всего лишь 1990 год. Что же нас ждет через 27 лет? Прогресс не остановить. Когда я разобрался со всем этим и примерно понял, че почем хоккей с мячом, играть стало легче. Однако периодически я все равно попадался врагам на глаза. Стрелять все так же не особо весело. Снейк все такой же хрупенький, как Сиси Бой. Однако в плане стелса игра стала заметно интереснее и удобнее. Снейк научился ползать, стукать по стенкам, дабы привлекать внимание, залезать в вентиляцию и заползать под грузовики. И если правильно использовать радар и данные навыки героя, то проблем, ну, вообще никаких не должно возникнуть. Проникаем на вражескую базу и выполняем все те же действия, что и в первой части. Ходим, подбираем всякие полезные вещи, находим кучу карточек для открытия дверей. Ха-ха-ха. Как я обожаю ключи, карточки. И не понимаем, что нам делать дальше. Несмотря на то, что геймплей по сути тот же, но он обмазан множеством приятных и важных мелочей. Например, появились поверхности, по которым мы должны передвигаться ползком, иначе Снейк будет издавать звуки. При нахождении в комнате с газом мы не получаем урон сразу, так как у нас появилась шкала объема легких. Также у нас появились рационы разных видов и вкусов. Блин, я даже удивился, на самом деле, очень вкусно, ребят. Глядя на это, глядя на это, приятно осознавать то, что игра развивается. Ах, ты нет. А Кодзима, по сути, даже не парился особо. Он взял те же самые щи, но сделал их понажористее, погуще и с мясом. Да и, наконец-то, разговоры по Кодеку проработали и сделали их интереснее и информативнее. Наконец-то, сделали удобным звонки разным персонажам. Теперь после звонка кому-либо человек появляет у нас в списке контактов, и мы можем звонить ему, когда захотим. Всего основных персонажей немного, но каждый из них дает тебе информацию какого-то конкретного типа. Рэй Кэмпбелл дает нам основные советы по игре. Сотрудница ЦРУ Холли Уайт под видом журналиста проникла в Занзибар Лэнд. И теперь дает нам советы по навигации внутри базы. Джордж Касслер дает нам советы по уничтожению боссов. Йохан Якобсон дает советы насчет всякой живности, которая нам будет попадаться. И наконец-то, мастер Миллер, просто чувак в очках, который будет нам говорить всякую бытовую мудрость типа «После еды не играй в игры сразу, так как у тебя кровь из головы к желудку прилила». Спустя некоторое время Снейк находит доктора Марва, который внезапно ненастоящий. Под шкурой доктора скрывался боец черный. Миндзя! Который является первым боссом в этой игре. К слову, наконец-то проработали боссов, и теперь каждому из них уже нужна своя тактика боя. Так мало того, теперь каждый босс имеет свою небольшую предысторию, а также перед боем между боссом и Снейком происходят всякие разные интересные диалоги. Убиваем его и узнаем, что на самом деле это Шнайдер, лидер сопротивления из первой части. После событий первой части правительство забило болт на повстанцев и чуть не перебило их авиаударами по Аутер Хевен. Однако спас их некто, о ком Шнайдер нам не сказал, и лишь ехидно намекнул, что скоро все мы сами поймем. Он говорит, что Снейку стоит последовать за человеком в зеленой беретке, который охраняет камеру с доктором Марвом, а затем взрывается. Надо отдать этим боссам удовольны. Уходят они эффектно, по всем законам Майкла Бэя и террористов. Этих. Ну, этих. Которые... Ну, вы поняли. Находим мужичка в зеленой беретке и следуем за ним через леса. И все бы ничего, но голубчик, то и дело оглядывается назад, а чуть позже так вообще бегать начинает. Благо мы успешно добираемся до цели и мстим этому уроду. Че, опас ли вы, нас уже не так весело по джунглям бегать? А-а-а-а-а. Ну, иди сюда, пидор. В камере мы никого не находим, однако слышим некое постукивание. Звоним Кэмпбеллу и узнаем, что это постукивание является особым видом общения, которое использовали еще во Вьетнаме. Всем привет, с вами представитель компании Ху Шэнь Тим Гук. И сегодня я представлю вам новый вид общения между нашими товарищами-вьетнамцами. Ай Пастук Икс. Вот, общайтесь сколько захотите, скоро добавим эмодзи. По идее, мы должны сейчас с помощью этого постукивания понять, на какой частоте мы можем связаться с Доктором Марвом, однако я слишком тупой и не понял, как это сделать. Извините, серьезно, не быть мне вьетнамцем и не сидеть на деревьях. Поэтому я просто прочекал все возможные частоты, пока не напоролся на нужную. Мы узнаем, что с помощью этой частоты мы можем связаться ни с кем иным, как с Доктором Маднаром, который был в первой части и который был вынужден помогать построить первый Metal Gear. Маднар рассказывает нам, что все это устроил Биг Босс, который оказывается все еще жив и спокойно заправляет Занзибар Лэндом. Он украл Доктора Марва, а также строит новый Metal Gear, который намного мощнее предыдущей модели. Так мало того, они еще делают более лайтовые версии для массового производства. I have a dream. То, что скоро мы сможем поставлять по Metal Gear в каждый дом, в каждую семью. Вот вы, женщина, да, вы. Скоро у вас будет свой собственный Metal Gear. У вас есть карапузы, ровощоки, розовощоки, милые карапузы, есть. Скоро у них тоже у каждого будет по детскому Metal Gear. Вы, бабушка, скоро у вас будет собственный Metal Gear с ходулями и у вашей кошки тоже. I have a dream. Маннар посылает нас в башенное здание, так как последний раз Марва перевозили туда, дабы выплатить от него секрет у Эликса. Ну, делать нечего. Идем. На пути к этому зданию нас ожидает босс вертолет, и тут я сразу же вспомнил босса вертолета из первой части, которого можно было убить только гранатометом. Надеюсь, Кодзима не провернет тот же самый трип и не скажет нам, мол, этого вертолета можно убить только определенным оружием, которого у тебя нет. Он же не сделает так, нет? Нет? Внезапно вертолет взлетает, и мы звоним нашему специалисту по врагам. Он говорит, что данный вертолет можно сбить лишь стингером, которого у нас нет. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Но делать нечего, придется идти обратно, пытаться понять, где нам найти этот самый стингер. Знаете, я не особо люблю ворчать, но этот уровень с болотом самое худшее, что есть в данной игре. Нам нужно наугад каким-то макаром угадать, как идти по этому болоту, чтобы не утонуть. Странная тенденция в том, что во всех играх, где есть уровень с болотом, эти уровни сосут большой необрезанный шмекель. После болота мы натыкаемся на нового босса, бегущего человека. Он дерется с нами с помощью бега. То есть он вообще не дерется, он просто бегает по комнатам и все. Наша задача убить его, пока комнаты не наполнил газ, который убьет нас. Знаете, я тут говорил про проработанные бои с боссами и спорить не буду, они проработаны. Но иногда тактика боя с противником бывает весьма странной. Данного босса нужно убивать, выкладывая мины по полу, а затем заманивать его как какого-то барашка на эти самые мины. И после нескольких взрывов наш бегущий человек падает и, удивленный данным проигрышем, умирает. Вау, какая битва, вау. После смерти мы забираем с него карточку, с помощью которой можно добраться до стингеров. И вы не поверите, но мы до них добираемся. А затем жестоко убиваем этот вертолет. Сразу третьего. В коробке пробираемся в башенное здание и тут же нам звонит псевдо-журналистка Холли, которая снабжает нас инфой и заявляет, что ее спалили и мы должны ее найти. Снова натыкаемся на еще одного босса, красного бластера, который мы можем убить с помощью гранат. Однако, если у вас этих гранат нет, а у вас их нет, то просто выходите из комнаты и ищите их. Мне всегда была интересна реакция боссов на подобные выходки Снэйка. Ха-ха-ха, Снэйк, я тебя сейчас... Ты куда, ты куда бежишь? Ты че, мы тут драться... Бигбосс, я не знаю, что делать с этим пидорасом, он просто взял и убежал. Да, ну да, он просто взял и убежал. Я не знаю, он зашел, увидел меня, сказал, ну нахер и ушел. В смысле мне ждать его теперь? Че, просто ждать, пока он сюда вернется? Серьезно? И вертолет так делал? Он серьезно просто ждал, пока Снэйк со Стингерами... А, в смысле? Ладно, я не спорю. Я тебя тоже. Пока красный бластер там ругается, мы спускаемся в подземелье и находим в одной из темниц Холли. Освобождаем ее и узнаем, что доктор Марф отправил скрытое послание с помощью голубя. И что, возможно, этого голубя стоит нам поискать. А после данной беседы мы наблюдаем легкий романтик момент. Подбираем гранаты и убиваем красного бластера. После того, как мы этого босса, ну щик-щик-щик, нас ожидает охота на голубя. Это один из весьма забавных моментов в игре. Мы находим голубя на крыше одного из зданий. Однако его просто так не поймать. Он все время будет улетать и какать нам в ручки. И тут нам на помощь приходит Ирпэшка. Специалист по животным говорит нам, что эти голуби очень любят картошку и бобы. Я думаю, что бобы для них самое то. Как говорится, зайдут и выйдут. И было бы неплохо иметь на руках порцию Ирпэ. Но не простого Ирпэ, а того, что имеет в комплекте эти самые продукты. И да, если у вас нет рациона, то валите назад. На голуби мы находим послание, которое слишком непонятное. Однако, недолго думая, мы понимаем, что это чистота. Звони Марву, но доктор не говорит по-английски. Он же ведь все-таки чех. Поэтому нам надо найти человека, который может с ним связаться. И узнать, что почем, хоккей с мячом. Для этого нам надо найти барышню Густаву, которая ныкается под видом солдата и находится где-то в казармах на четвертом этаже предыдущего здания. С легкостью выслеживаем Густаву и следуем за ней в женскую раздевалку. Даем ей поболтать с доктором Марвом и из разговора мы узнаем, что Марва держит в другом здании. Берем Густаву под мышку и держим путь через канализации и через фекалии, где нам надо ловко уворачиваться от непонятных машин, которые так и норовят нас задавить. Внезапно обнаруживаем доктора Маднара, который увязывается за нами. Однако долго мы идти не можем, так как Маднар старый и просит пойти от Литили покекать. И пока он там делает свои дела, мы сидим с Густавой и слушаем ее великолепные истории про то, как живется трудно в наше время. И кстати, разговор действительно неплохо написан. Мы многое узнаем о Густаве и ее истории. И собственно говоря, это все было сделано специально, чтобы дать персонажу раскрыться и затем дать ему слиться через 5 минут. Густаву убивают, а Маднара забирают. И устраивают это не кто иной, как Грей Фокс из первого Метал Гира, который тоже был частью нашего подразделения. Снейк, Биг Босс, молодец. А наше правительство не молодец. И чё? Член Бобра через плечо. Отступи и будешь жить, а не отступишь, будешь гнить. Нет, не отступлю. Ну и Петух. Мост разрушен и через него никак не перейти. Однако нам надо попасть на другую сторону. И тут-то, ребята, готовьтесь, ибо я вам сейчас расскажу про один из самых странных, непонятных, нелогичных, такого, такого, не с самого гуд момента. Мы забираемся на крышу здания с балкона, который нам надо прыгнуть и с помощью глайдера перелететь на другую сторону. Но так как ветер тут переменный, то нам надо знать конкретный момент, когда нам надо прыгать, чтобы не разбиться. Поэтому мы надеваем газовую маску и кидаем гранаты с газом, чтобы понять, в какую сторону дует ветер. И когда ветер подует в нужную сторону, мы должны дать Снейку покурить, так как он волнуется, и лишь затем мы можем прыгать и спокойно долетать. Легко. Вот прям сразу догадался без проблем. Я же всё-таки настоящий разумист. Дальше снова бегаем туда-сюда по Занзибарленду, убиваем босса-хищника, убиваем невидимого чувака, и, наконец-то, добираемся до доктора Марва и доктора Маднара. И прежде чем я начну говорить дальше, я хочу высказать ещё одну маленькую претензию. Ну, почему игра такая душная? Причём по душности я говорю про моменты, когда нам порой надо бегать туда-сюда, туда-сюда. Просто понимаете ли, у нас на всю игру есть одна большая локация, Занзибарленд, и порой нас вынуждает бегать от одного конца до другого конца. Просто, ну, потому что. Потому что стингеры надо найти, потому что карточку 7 надо найти, карточку 8, гинзззибарленда и т.д. Ну, нельзя что ли как-то иначе сделать, а то под конец игры мне уже хотел сблевать от этой беготни. Доктор Маднар говорит, что Марв не выдержал и погиб, однако у него остался картридж с игрой, где находится скрытая инфа про Уэликс. И тут нам звонит Холли и говорит, что Маднар, мягко говоря, бздун в самой тяжёлой форме и работает на Биг Босса. Все старые товарищи нас предали. Весьма забавный ход. Остается только ожидать, потому что откуда-нибудь выпрыгнет Дженнифер и начнёт говорить, как поднять бабла. Ха-ха! Зандибарленд 3... Ну, ладно, извините, плохая шутка. Не стоит мне больше шутить. Дальше нас ожидает битва с доктором Маднаром. Он набрасывается к нам на шею и начинает душить главного героя. Смотрите, Маднар змею душит. Ладно, извините, всё прекращаю. Это была последняя шутка. Не быть мне стендапером. Извините. Вы посмеётесь, однако тактика борьбы с Маднаром является необычной. И тут даже слов не надо, сами смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы убиваем Маднара и сейчас готовьтесь, ибо я буду слегка пылать. Нам нужно открыть шкафчик, в котором находится картридж, но сделать мы этого не можем, так как у нас нет ключа. Однако у нас есть брошь Густавы, которая меняет форму в зависимости от температуры, в которой находится. И если засунуть брошь в холодное место, то она приобретает форму нужного нам ключика. А теперь лёгонькая причина моего горения. Мы находимся тут, конец карты. Тут происходит финал игры. А холодильник, в котором мы можем засунуть брошь, находится тут, в самом начале карты. Я так обожаю бегать в этой замечательной игре Metal Gear от Хидео Кодзимы. Я вовсе не хочу себе засунуть два пальца в рот, два пальца в задницу, но вы поняли, типа порвать себя на две части. Нет. Ключом открываем шкаф и лезем в дыру, где нас ожидают ядовитые хомячки. Я не вру, это реально ядовитые хомячки. Нам их надо выманить и убить по одному, иначе один укус и всё. Снейк труп. Дорогой Солид Снейк, я служил боссу не просто так. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да, сосни тунца. Ну и член с тобой, гнида. Теперь нас ожидает драка с Грей Фоксом, который пилотирует Metal Gear. Оу май, эпичные битвы, человек против машины, я этого так долго ждал. Грей Фоксом, пилотирует Метал Гир побежден, однако Грей Фокс все еще жив и жаждет продолжения битвы на петушиной арене. Я серьезно, он буквально называет эту арену петушиной. Ох уж эта старая добрая драка на кулаках на арене, которая окружена минами, и это учитывая тот момент, что все наше снаряжение сгорело после битвы против Метал Гира, и теперь мы буквально с голой жопой должны драться против Грей Фокса в стиле старого доброго Гачи Мучи. После драки нас ожидает откровение от Грей Фокса. СНЕЙК! Че? НИЧЕ! Теперь нас ожидает бой с Биг Боссом, но так как наше снаряжение потеряно, мы вынуждены бить его подручными средствами, а именно газовым баллончиком и зажигалкой. Теперь Биг Босса можно звать спокойно по кличке КОПЧЕНЫЙ. Вот теперь это точно была последняя шутка, все, 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 не шучу больше, не шучу. По сути игра завершена, нам остается лишь взять подручку Холли и вместе с ней бежать в Занзибар Лэнда, попутно отстреливаясь от врагов. В конце нас забирает вертолет, и мы улетаем в закат. Это был Метал Гир 2 Солид Снейка, дорогие друзья. И несмотря на всякие душные моменты, на некоторые не особо логичные моменты, игра оказалась хорошей. И на фоне многих игр того времени она чуть ли не является самой лучшей, все-таки звание лучшей 8-битной игры за всю историю видеоигр. В этой игре есть все, что мы так любим. Это сюжет, интересный и разнообразный геймплей, новые игровые механики, интересные персонажи, разнообразные боссы и действительно неплохая графическая составляющая. Кодима постарался и сделал очень хорошую игру, а учитывая то, для какой убогой системы пришлось это делать, еще больше проникаешься уважением к данному человеку. С вами был ваш еврейский коматозник и хватит говорить то, что у меня глаза как у дохлой рыбы. Это обидно, серьезно. Кстати, если что, подписывайтесь на мой твич-канал, где проходят стримы и где мы проходим подобные игры, обсуждаем как потом, что с ними делать. Вот. И да! Следующий ролик по Метал Гиру выйдет немного позже, потому что после этого ролика вас ожидает то, что вы так долго ждали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА